Продолжаем Берега Пробуждения, и тут мы шли по сюжеточке, но внезапно наткнулись на лагерь Драконьей Экспедиции, даже так и называется, и тут куча побочных квестов, и я хочу их всех выполнить. Давайте начнем с синенькой штучки, вот это что это такое светится, а кстати, а тут все наши ребята, вот этот чувак, которые были вот тут все в этом посольстве, вот эти штуки, да, мы начали летать, я кстати еще одну такую штуку нашел, не помню уже где, правда, хочешь ждать или забрать артефакт, или может тебе интересует преимущество участия в экспедиции? Мне относятся Драконьей Экспедиции, простые экспедиционные инструменты Смотреть товары, о, новые появились, чертежи, это что? Чертеж изначальный взрыв-пакет, это для какой-то, а, это инженерное дело, да, это нам, мне точнее неинтересно Тут много всего Может для горного дела что-нибудь есть? О, лопата землекопа, о, погодите, а, это декоративный эффект А, прикольно, кстати Ммм, тоже декоративный эффект, копье какое-то Свиток, нет, это не декоративный Молоточек И еще какая-то штука Ну, тут, помимо того, что нужна вот эта штука, нужна еще какая-то вот эта штука Что это такое? Крепкая чешуя Добывается игроками с навыком снятия шкур Ага, то есть мне это недоступно Снятие шкуры Это тоже Ага, то есть это не мне, то есть я иду мимо Понимаю Такие обитатели драконьих островов Блин, здесь то, что дополнительное А какая-нибудь дополнительная А, во, вот, вот это что не надо Бывается игроками с навыками горного дела И что это могу получить? Вот такую кирку Это тоже же она? Нет, кстати, у кого-нибудь другое Да, это уже другое Блин, прикольно, что они такие декоративные штуки добавили Жалко стоимость у них Вообще, блин, а что это такое? Вообще, сеть за валютой Серегитовая руда А, так Лол, это обычная руда? Это супер же дешево Штат этих, правда, еще надо А мне их всего 628 Впрочем, не, я думаю, можно другими персонажами Поступать в всякие вот эти профессии Там, я думаю, не очень много надо Парни, если это 2-го тира, по-моему, она, да? Да, 2-го тира качество нужно Впрочем, мне кажется, это на самом деле легко получить В списке археолога об артефакта Я, по-моему, такой уже покупал Дважды, причем, и второй раз она мне уже Не показывает, где врать артефакт Может быть, здесь стоит купить? Давайте она дешево стоит Почему бы и нет? Может, если я ее куплю в этом месте Заюзаю, то она мне покажет что-нибудь? Нет, не показала Здесь тут какая-то гонка проходит Примите участие в гонках на дракона с другими игроками О, коня охота с другими, ничего игроками не сливаться Потом Я, получается, уже третий раз эту карту покупаю Но дешево, поэтому покупаю Еще, кстати, есть лопаты Раскапывают потревоженные почвы на предмет сокровища Вот, кстати, я думаю, вот я находил пещеру, где показывается, что внутри нее сундучок Но если зайти, там ничего нету Я думаю, может быть, нам там нужно лопату юзать А вообще, я еще думаю, поскольку я не раз находил руду, которая находится в воздухе Просто вот рядом камушек, на котором она должна, по-моему, находиться Ну, а эта руда летает в воздухе Возможно, с сокровищем тоже самая фигня Близзы немного перепутали координаты, но ничего не в том месте Так, давайте разбирать, что за артефакты Есть что-то для архивов? Да, есть И что это такое? Это просто репутация? О, она в артефакт Давай-ка я занесу его в журнал и отмечу, что это ты принесла Коталак, лагеря дизатор Джейкс, делает пометку в своем журнале Вот так, приноси еще Просто 15-репа? Счастливого плавания Серьезно? Это просто репутация ухажать Пусть беды минуют тебя Еще 15 Ну, блин, такое он себе Ну, ладно 15-репутация Даже как-то мало Это что-то не такая же популярная Здорово Странно Счастливого плавания Я так понимаю Учитывая, что мы его в припатче встречали Там были с ним как дерево механогномы, кстати Были достаточно прикольными А за разговором первопроходец Джеб внимательно осматривает узел на своем канате Новички часто спрашивают, как мне удается так долго выживать в дикой природе Они ждут, что я посоветую милосердное божество, мудрого наставника, список орудий или пару счастливых амулетов Но я всегда говорю одно Главное подготовка И тебе скажу то же самое Дикая природа сурова Если у тебя есть планы припасы Скажем так, меня это еще ни разу не подводило Что у тебя есть? Та же самая лопата? Вам все то же самое, нет? А, не плащи какие-то Блин, у них много всякого лута продается Ну, кроме этого, ладно, этого не так много What? Видите, он целый сет продает моментально? Окей, странно А почему это сразу целый сет? Это дает... А, люди внешнего вида комплекта Ааа, нифига, это 14 уровень Это, по-моему, сам последний или предпоследний? Сколько там всего уровней? А, до конца лица А, 25, вон, ладно Так, ладно, давайте квесты играть А про ваши разведчики экспедиции Прибыв на острова, мы разослали по ним разведчиков Многие из них так и не вернулись Можешь их поискать, пока исследуешь эти земли Разведчиков можно узнать по стандартным сумкам экспедиции Ах, да, если тебе удастся найти какие-нибудь артефакты Принеси их каталогизатору Джейкс А она будет признательна Потерянные сумки разведчиков экспедиции Ну, я, кстати, уже находил одну Главное не суетиться Ааа, по-моему, даже не одну Может быть, даже две Так, а куда это он мне дал? А, мне куда? А, нет, не его квест Просто дал мне квест, но мне его нету Даже в журнале, да? Что такое? А, это... Нет, все-таки не надо Так, здесь кто у нас? Блин, а что, скалолазы меня так не научили? Кто... Вульфер, короче Денек добрый! А, любительская протосъемка А, значит, хочешь стать опытным, как я? А, ты пришла по адресу Дикий удел, кладезь знаний, которые ты только и ждут Чтобы их кто-нибудь нашел и собрал по крупицам И как мы это сделаем? С помощью моего каталогизатора 3000 Версии для Драконих Островов Теперь с улучшенным захватом движения Наберись опыта Запечатлев яйцо прото-дракона Дракончика, начинающего летать Взрослого прото-дракона за охотой За охотой Затем найди меня у древнего скелета Прото-дракона к западу отсюда И я оценю твои снимки Сделайте фотографии прото-дракона Приятного отдыха! Я дубь тебе эту уникальную камеру И теперь ты сможешь последовать поступам Великих каталогизаторов Вроде меня А что прошли этот путь раньше? Превосходная камера Вульферда Хорошо, так это в конкретных уже точках Здесь у нас кто? Налейтия Речной блеск Ознакомление Лагерь Драконии Экспедиции Добро пожаловать в лагерь Варнеса Нам с Тоди потребовалось время Чтобы найти идеальное место для лагеря Мы более чем довольны нашим выбором Отсюда легко добраться и до руин И до места обитания прото-драконов И до драконов, конечно Не хочешь пройтись по лагерю Поговорить с поставщиками припасов для экспедиции? А в какой же часть библиотеки Отправиться дальше? На меня спрашивают? Ага, мне пригодятся твои навыки Мы просто надо по этим По всяким чувакам пройтись, походу Историки поставщика информации Райя Анна Взгляни, у меня большой ассортимент Мы знаем невероятные вещи об исторической биологии Прото-драконов О каких раньше не подозревали Все? А каждый артефакт открывает скрытую часть истории На нашей великой земле И нам еще так много предстоит узнать Удалось найти что-нибудь интересное? Тоже что-нибудь кучу всего продает Сумка какая-то нюка И что это? А это игрушка мягкая фиолетовая подушка Что делает? Добавить игрушку Положите подушку к вашим ногам 17 уровень известности Ну это короче все, а не скоро Если я и буду это покупать Заходи еще А, камера бегает Так Вот так нам сделаем С этим что-то мы уже говорили Еще раз И не брегай подготовкой Ничего нового на ней говорит Буду ждать письма Здесь у нас кто? Дедушка Баки Азин-то вверх А мне нужна твоя помощь Это он Так, мне кто-то кинулась где-то у него А, тут официанка Донбана Бананс Все время присылает ко мне своих мормони Чтобы они дергали меня за бороду Сбери его с собой Сюда, дружище А, бери добурет и погрей ноги очага Я когда-нибудь рассказывал Как моя внучка Тоди Нашла своего грифона Дикое пиро Как Тоди нашла Дикое пиро А, не то чтобы Тоди нашла Дикое пиро Скорее, грифон нашел ее Когда Тоди была еще совсем девчушкой Она пошла гулять и ушла далеко от лагеря Ее хлебами кормить Да изобрести в какую-то глушь Дедушка Баки со смехом Пересказывает старые воспоминания А, но заброси в глушь ей было мало Надо было еще влипнуть в какую-нибудь заварушку Вот она и повстречала племя лесных троллей Злючие такие Любили кровь проливать Вот они загнали ее в угол И у подножия Джинта Алора Как вдруг на всего округа Раздался ярстный крик грифона Дикое пиро спикировало Распугал троллей И увез Тодик им у себя на спине С тех пор они неразлучны И что самое невероятное Дикое пиро вылупился всего день назад Все это чистая правда Верю, верю Так, но в Хардсолнце я здесь не буду Продает он тоже Блин, тут даже три этих Валюты Какой-то О, наконец, хоть что-то за голда продается Это обычная еда, так понимаете Так, еще кто-то сдвоит здесь Это меня все-таки кидаются, что ли? Слушайте, обезьяны Так, здесь у нас кто? Продинительница А, блин Понятно тоже О, ногу вахнула Надо вам через окно прийти Босс Магар Прогеремарская гильдия ремесленников Наши ремесленники Могут сделать все, что угодно От лопаты До механических утят У него всякие просто хвостовары Понятно Так, сдаем этот квест Кому мы его сдаем? Води Просто кита, который с детьми А, берифоном Знакомился с моим дедушкой, да? Лучше не верь всем Его рассказам Он любит их Хвалиться своей родной Хватит болтать Тебя ждут приключения Иди найди их Ну, пойдемте искать приключения Именно фотографировать Дракона Это наш Слушатель земли Это подчинили себе, да? Я помню, кстати, в Ребята, это шапка, кстати Я подумал Мне кажется, что это сбоку висело Как будто на шапку было похоже Ну, элементаль Ляпе, можно сказать Здесь можно модельку Поразглядывать У него такое ощущение Как будто этого нету Живота Это как у этих У великанов В Элден Ринге Тоже живота нету Так Ну, пойдемте все-таки Сфотографировать Чуваков Хотя, я помню, еще В этом Вличе В Золдраке Было место Где тоже Металя подчиняли А тут Так, думаю Тут что-то похоже О, квест Зачистка Так, ну зачистка Мы тоже займемся Квест сверху А, тут Хе Ну что, себе Мини вульпера Где раньше Интересно были Это кто? Джи Ин? Ааа Нефига Это маленькая панда Это маленький Ночнорожденный Помню, это Что-то оно И маленькая Вульпера Она еще меньше Чем эти, да? Аа И я Ли Исследовательница Ученица Когда я вырасту большой Я буду такой Как ты А, прошу прощения Войн Ты выглядишь Так, будто Ничего не боишься Как храбрые Исследователи Я тут не могу Исправиться С проектом Для моего задания Поможешь мне? Пожалуйста 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 Задачка На анализ поведения Пока-пока В смысле Пока-пока Мне нужен тот Кто разбирается В протодракончиках В тех Которые живут В диком Уделе Например Они такие же Сердитые Как и взрослые Драконы Они кусаются Дышат огнем А что будет Если я Если ты покладишь Дракончика Он поймет Что ты добрый И хочешь помочь Это мне для науки Надо Дракон всегда Говорит Что надо проверять Гиппо Гиппо Нет Гиппер Фу Гиппо Теории Короче А я думаю Что дракончикам Будет приятно Если их погладят Сможешь проверить Погладить Трех спящих Дракончиков Увидимся А ночный Мясот А куда ты идешь У меня тут Еще одно Задание На дом Профессор Тиргон Нас просто Заваливает Учебой Он велел Мне узнать Что про Дракончики Едят Вот Ответ Я знаю Мясо Речных Чудищ Достанешь Мне кусочек Это мне Для проекта Нужно Чтобы было Наглядно Только найди Мясо Получше Ладно Как у Упитанных Чудищ Такой кусок Мяса Которое Мама Дракон Дала бы Детенышу Чтобы тот Рост Большим Исильным Это Господин Тиргон Так Задавал Добойте Один кусочек А как Думаешь Нам Помогут А Тихо Тяжи Тяжи Услышит Тяжи Так Немного Другой Области Думаете Что Это Все Будет В Одной Части Страшно Не Разделились Это Что А Полетки Точнее Гонки Дракон Почему Фотографии Так Блин А что Еще За Точки Фотографии А вторые Кто Не понимаю Это Зачистка Или Это Вот Это А Это Кто Поглоти А Поглоти Еще Точно Все А Нет Прошу Я Воин Ой Какой Как за Воин Играть Вообще Падение Не Поиш Так Так Мне Нужны Спящие Вот Цветочек Морозный Цветочек Ой Кстати Морозный Цветочек Который После Себя Луж Оставит Если Не Войти То Оглушишься Охо Не Это Кстати Почему Не Глушает Почему Вообще Всегда Оглушает А Вот Да Оглушает Я Как-то Особым Образом Не Зашел Ой Ты Кто А Мне С тобой Сфотографироваться Надо Ну-ка Те Автопарад Пропрад Это Покали Я Фотографирую Сфоткана Да Походу Сфоткана Так А этих Не надо Сфоткать Давайте Этого Тоже Сфоткаем Так Что Там Делать Стойте Неподвижно Чтобы Сфотографировать Против дракона Надо Вторить Брать Или Как Это Работает Так Этот Готов Так Спящего бы Еще найти Там Трава Не Кстати Не Трава Это Просто Ресурс Я так Понимаю О Вижу Спящего По-моему Так Погладили Его Погладить Продаками Не Чешем Ой Он Проснулся Большого Позвал Ты Гад Конечно Нет Б Один На Один Разобраться Его Что-то Не Устраивает Так Подставил Друга Получается Кто Это Там А Так А Стоп А Почему Это Блин Погладьте А Походу Всего Три Чувака Есть Все Не Фиксирован Походу Казак Гладить Надо Бегемотик Там Старое Речное Чудище С С Каких Пор Бегемот Это Чудище Бегемот Как Бегемот Сами Вы Чудище Так Еще Один Может Это Не Позарет Никого Или Мы Спеем Бежать Ой Этому Богик Ему Нравится Когда Его Гладит Лежка Разбитая Это Оттуда Яхала Мы Откуда Пришли Матин По-моему Пришли Да Это Из Лагеря Наверное Кто-то Ехал Караваны Конечно Такие Разрисованные А тут Мост Должен Быть Или Что Почему Здесь Какая-то Речка Так Я Задумывалась То Что Они Мелко Нехательный Мост Строили Лентяи А А Такие Тележки Разбиваются Из-за Всяких Лентяев Которые Мост Не Хотят Построить Да Тут Походу Фиксированы Эти Натерпончики Которых Нужно Гладить Всего Три Возможно Наверное С каждым Связана Такая Мини Игра Один Вызовет Сам Меня Укусил Походу Да Один Тать Презет Другого Дракона Другой Ничего Не А третий Меня Укусит Так Это Было Погладить Далее Мясо Давайте За мясом Сходим Чем Мясо Мы хотим Другого Против Дракона Так А Блин Не Навер А Или Нет Вот Навер Еще Выше Еще Выше У меня Последняя Энергия Хватит Так Теперь Ниже Из Деревья Ничего Не Видно Так Мы Золетели Наверх Ради Кого Ради Стоп Мы Обратно Вернулись Мы Обратно Вернулись А А Вернитесь Блин У меня Не тот Коя Стоял Черт Вот Этот Мне Нужен Был Ладно Стоп Мы Из Бегемота Мясо Вытаскиваем Да За Что Давайте Хотя бы Пожилое Чудо Чудо Бегемотик Все Ради Науки Стоп Не Выпало А Ли Выпало А Линия Не Бегемот Нужен Был Вроде Он Квестов Нагорел Мне Показалось Странно Не Вон Этот Горит Квестовым Этот Горит Тоже Квестовым Этот Не Горит А Ну Видимо Да Походу Только Большие Считаются Топот Надо Меня Топот Так Давай Дроп Не Охота Лишних Девать И Дроп Ладно Придется Еще Одному Бит Погибнуть Потому Что Один Из них Оказался Жадным Даже Не Один Второй Это Третий Сейчас Давай Чем Не Жадничай Везде Могу Погибнуть Другие И Не Жадные Однако Так Им Десять Последний Нет Может Что Не Так Делаю Ничего Не Давали Еще Ну Не Понимаю Что Мне Надо Одну Штуку Собрать Если Собрать Надо Мало То Скорее Сего Шанс Падения Маленький Как Бегемотиков Убивать Не Слишком Классно Вкуснейшее Мясо Речного Чутища Ну Нет Походу Так Не Надо Что Конечно Какой-то Маленький Вульпер И страдает Огромное Количество Гегемота Продолжает Страдать Помимо них Я начинаю Страдать Уже Я Убиваю Просто Так Ну-ка Выпадем Почему Не падает Что-то Не так Делаю По-моему А Давайте Я Сейчас Поубиваю Самых Если Не Выпадет То Почитай Что Там В Квесте Еще Расписал Э Нет Выпало Все Что Двоих Я убил И Реально Очень Ред Так И Теперь Мы Идем Нет Пока Не вернусь Там Еще Что-то Вроде Было Сделать Фото Да Фото Они Доделали Сколько Нам Осталось Син Двоих Сфоткать Нет Троих Даже Прилет А Син Какой Прилет Тут Вообще Всего Син Сделать Фото Голодного Протодракона Дикий Считается Голодным Где-то Вот Дикий Это Не Голодный Показывать Сюда Сверху Может Может Это Есть Голодный Давайте Посмотрим Фото Нет А кто А ты Неукрощенный Неукрощенный Не Подходит Может Снизу Реально Пещеря Вчера Вроде Нет А Во Стоять Чел Стоять Стой 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 Нет А Могу Крутиться О Да Все Цель Достигнуть Отлично Так Выпустите Из камеры Так У нас Есть Убейте Протодраконов Три Процента Займемся Этим Я не знаю А с этим Это делаете По моему Нет Здесь Тоже Была Задача Вернуться Можно Делать Часы Ради Колды Наверное Так Давайте Задим Хвести И потом Наверное Да Наверное Вот Эта Штука Доделаю Часа Для Галочки Ой Так Я не Дальше Так Рассказать О поединении Дракончиков Так что Им нравится Когда Гладят Это Мой Дракончик Понравился Когда Его Гладили Один Дракончик Вкусил Меня И улетел Один Дракончик Натравил На Больших Драконов Ну Давайте Начнем С Укусил Тебя Укусили Ой Ой Это Ведь Не Больно Плохо Дело Рассказать Больше Один Дракончик Понравился Когда Его О, значит, если их погладить, им может понравиться. И один отправил на меня других. А на тебя напали большие протодраконы? Жуть какая. Я ли в панике оглядывается по сторонам? Это... это очень-очень плохо. Закончить рассказ. Задачка на анализ поведения. Значит, некоторым протодраконам нравится, когда их гладят, а некоторым нет. Это плохо. Вдруг наш позовет друзей. И... Или рассердится. В смысле, наш. Кто ваш? У вас протодракон где-то есть? Вроде нету никого. Кстати, тут много детей. Там еще кто-то там бегает. То есть, какой из этого может быть вывод? Ну, и задачка на дом. Жуть какая сложная. Спасибо, что помогаешь. Извини, если тебя поранили. Ночный мясот. Мама говорит, что это отличный способ кого-нибудь порадовать. Может быть, и тогда он захочет дружить? То есть, все захотят со мной дружить? И профессор Тиргон не поставит мне плохую оценку, если мясо речного чудища пригодится для проекта. А куда ты идешь? А бывает, и, наверное, самое вкусное мясо, которое я когда-либо видела, мне поставит самую лучшую оценку. Этот дракончику точно понравится. Яли внезапно начинает беспокоиться. Ой, беда. А вдруг все сделают, как я? Скопирует мое задание. Яли на тему-то улыбается. Пока-пока. О, левелап. 65-й уже. Жи Ин раз обещала, значит, расскажу. Вот. Что? Что расскажет? А. Жи Ин говорит, ну же, и яли, расскажи все. А, секретные наблюдения. Знаю, я веду себя странно, прости. Ты наверняка уже догадалась, что я что-то скрываю. Могу открыть тебе мой секрет. Если хочешь, только пообещай, что не расскажешь взрослым. Вангите, или ее друзья. А, ладно, я открою свой секрет. О, тут еще маленький гомни пришел. Маленький дриней. Напомни, при него нельзя никому рассказывать. Выломайте крышку ящика. А-а-а. Там просто дракон. Ну, конечно. Пожалуйста, только не кричи на нас, я все объясню. Это не я придумал. А вот почему я никогда не позову Джольс в свое племя. А все тебе расскажу. Клянусь своей альпакой. Просто дай нам покормить дракончика, пожалуйста. А вот, господин дракончик, мы принесли тебе кусок самого вкусного мяса. А почему он не ест? Ну же, тебе надо поесть. Может, он не голодный? Может, он умер? Задохнулся там? Я читал, что животные отказываются от еды, когда вот-вот умрут. А, ну, Сал, ты что... Ты что такое говоришь? Бедный дракончик, не хочу, чтобы он умер. Надо что-то делать. А, бедный дракончик, и все из-за меня. Жестокие дети уморили дракона. Расскажи мне сказку. Яли едва сдерживает слезы. Прости меня, прости. Мы так больше не будем, клянусь, своей альпакой. Мы не хотели ничего плохого. Если бы мы рассказали взрослым, они бы накричали на нас, и все бы опять пошло не так, как обычно. Яли явно разочарована. Что нам теперь делать? Нужно же как-то ему помочь. Вперва объясни, откуда я здесь взялся, прото-дракончик. Мы ни на что не отвлекались. Занимались... Но вдруг услышали какой-то шум на реке. Какой-то злобный воин. Стихия охотилась на прото-драконов. А этот прото-дракончик оказался ранен, и его бросили. Взрослые были заняты, а мы не знали, что делать. Так что... Яли гордо выпрыгнует спину и смотрит на вас, ожидая добрень. Мы подождали, когда злодей уйдет, и спасли дракончика сами. Яли, ты могла пострадать. А, дракончика очень страдает, а тут нужна помощь исследователя. Ладно, с тобой не поспоришь. Дракончику нужно помочь. Наверное, лучше рассказать профессору Тирагону. Он очень умный. А еще я ни разу не видела, чтобы он на кого-то кричал. Только можно мы не скажем, что это все я устроила? Ребята не сделали ничего плохого. Не хочу, чтобы им попало. Все придумала я. Согласиться на слове Яли. Ладно, я все сделаю ради дракончика. Господин Тиргон. А, почему? Кто? Яли? Приятно познакомиться. Люблю, когда в лагере появляются новые люди со своими взглядами. Это так вдохновляет учиться у других, даже у самых младших учеников. У детей ясные открытые новые умы. Я наставник, и мне некогда исследовать эти земли самому. Нужно проверять проекты, готовиться к урокам. Однако я не против изучать мир чужими глазами. Я все равно остаюсь исследователем. Почему здесь так много детей? Дети? А, это дети участников экспедиции. Многие помыслить не могут о том, чтобы оставить отпрысков дома, а самим уехать надолго в другие края. Мы здесь в Драконе экспедиции, не забываем о личной жизни. Глава лучше работает, если занята не только исследованиями, и детям такое... И детям такое идет на пользу. Мы собрали из них первый класс юных ученых в Драконе экспедиции. Берем только тех, кому это интересно, конечно же. Они много учатся. Эм, что ж, это вопрос интерпретации. Секретные наблюдения. И это пройдет. А что, что они сделали? Ох уж эти дети. А когда же они образумятся? Они могли пострадать или попасть в плен. Дело очень серьезным. Мы выдержим. Я буду говорить тихо и спокойно, чтобы не напугать детей. Рано про этот Дракончик очень серьезный. И, судя по всему, действительно были вызваны магией. А это очень тревожный знак. Определение источника. Тут еще косты пошли. Продолжим их позже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова